Доброго ранку! Мы из Украины. Привет-привет, мои прекрасные зрители. Рада встрече у меня в саду на канале Life&Garden. Меня зовут Виктория, а мой канал про сад и немножко про жизнь. И для тех подписчиков, которые совсем-совсем недавно на моем канале, спешу сообщить, что мы находимся в Одессе. Мой сад находится в Одессе, почти на самом берегу моря. Сегодня 17 апреля 2022 года. Вербное воскресенье. Начинается вербная неделя. У православных христиан, католические христиане празднуют сегодня Пасху. И я поэтому всех-всех поздравляю с этим светлым праздником. У нас очень-очень по-весеннему сегодня поют птицы. У нас начинают цвести сады. Абрикоса моя уже почти что совсем отцвела и облетела. Зато скоро будет цвести черешня, яблони и особенно сливы. Думаю, что будет цвести очень красиво и густо. Юра взялся вычесывать газон. Это необходимая весенняя процедура. Да и осенью тоже это можно делать, а потом еще раз весной. Это в любом случае не помешает. Посмотрите, какой маленький кусочек он прочистил и сколько много сухого. Обязательно это все нужно вычищать, убирать, чтобы газон не задохнулся. А я тем временем вспомнила, что у меня еще остался один неподрезанный куст винограда вот на этой стенке. Сейчас полезу приводить его в порядок. На обед будет карп. Я решила его не жарить в этот раз, а запеку в духовке с картошечкой. Такой он хорошенький. Лукненький. Интересно, есть там икра или нет? Сейчас разрежем, посмотрим. Икры не оказалось. Ну что ж, значит не в этот раз. Вот так вот ее обмазала немножечко майонезом. Сюда добавлю еще лучка и картошечки. По-моему уже красиво получилось. Ну а то, что будет вкусно, я в этом даже и не сомневаюсь. А тем временем у нас очень, кстати, и вовремя пошел. Пошел дождик и пока моя рыба готовилась в духовке, я вышла, под самый дождь попала, но ничего. И рассыпала удобрение по газону, азотное удобрение. Ходила здесь как сеятель, широким жестом, сыпала эти белые гранулы. Очень хорошо под дождем, они как раз моментально растворились и ушли удобрять газон. Очень давно у нас не было дождя, и я прямо рада-рады, что такой сегодня дождик с утра идет, такой мелкий, такой поливной. Не проливной, а поливной, который очень хорошо проливает землю глубоко. Мы перевесили кормушку туда, на старое место, потому что она сильно там оттягивала, где висела зимой. Веточку я бояла, что ветка сломается. И вот сколько там птичек налетело. Хороший дождик, пусть идет. Уже расцвели почти что все гиацинты, а скоро буду делать вам обзор того, что у меня цветет в саду в апреле. Ну а пока идем обедать. Адель подрыкивает. Она не привыкла, что там у нас воробьи в том углу копошатся. Теперь она сорвалась и рассматривает, и такая недовольная вся. Адель, это воробьи. Да, да. Такая смешная, ворчит. Аделька, посмотри в камеру. Скажи зрителям привет. Аделька. Не хочешь, да? Ты вредная. Ты вредная собака такая. Ты такая вредная собака, да? Ай, ты такая вредная. Лежит и ворчит. Как старая ворчунья. Лежит и ворчунья. Лежит и ворчунья. Вот и готов обед. Посмотрите, какая красивая получилась румяная рыба. А на первое у нас сегодня суп из карпатских грибов и по чуть-чуть вина для вкуса. Каждому свое. Юре красное, терпкое и сухое, а мне легкое, нежное, белое. Аделька всегда на своем посту. Не отрываясь, смотрит и следит за каждой вилкой, которая уходит в тарелку. Аделька всегда на своем посту. Продолжение следует...